Дональд Трамп Дональд Трамп Дональд Трамп Дональд Трамп Президент отвечает за все, что происходит в стране и не перекладывает ответственность на кого-либо другого. Дональд Трамп 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 Есть лишь одно отличие. Он критикует Трампа, опираясь на историю. Ну, статья. Коронавирус – слишком трудное испытание для Трампа. В этой статье господин Буй сравнивает нынешнего президента с Джеймсом Бьюкененом, при котором начался раскол страны Южная Каролина, и несколько других штатов вышли из состава Союза, и сравнивает с Гербертом Гувером, при котором началась Великая Депрессия. Трамп, как я, не пишет Буй, цитирую Буя, потерпел, когда требовалось проявить качество лидера. И Буй, разумеется, убежден, что нынешний президент, не равня Франклину дела на Рузвельту, который возглавил страну в марте 1933 года в разгар Великой Депрессии, И мистер Буй написал статью «Дональд Джон Драмп, не Франклин, дела на Рузвельт». В этой статье мистер Буй широко цитирует первую инаугурационную речь Рузвельта и восхищается духом этой речи. «Эта речь, — пишет Буй, — указала стране ясную дорогу для конкретных действий в достижении единой цели — победе над экономическим кризисом». «Где же сейчас такой дух? — вопрошает Буй в подзаголовке к статье, давая тем самым понять, что *** не в состоянии вдохновить соотечественников на борьбу с эпидемией коронавируса». «Дамы и господа, ну нет, абсолютно ничего удивительного в том, что 33-летний Буй восторгается Рузвельтом. Мистер Буй учился в американской школе и в американском университете, и следует предположить, он был прилежным учеником, добросовестным студентом, и, значит, хорошо усвоил все, что рассказывали учителя и профессора, читал рекомендованную ими литературу, но он вряд ли читал что-либо, что не было рекомендовано. Поэтому-то по сей день Буй не сомневается, Рузвельт победил экономический кризис». Что же касается отношения корреспондента к Трампу, то это отношение иллюстрирует статьи для интернетского журнала «Слейт» во время избирательной кампании 2016 года. Вот, например, он пишет в одной статье, цитирую, «Не существует такого понятия, как порядочный избиратель Трампа». «Окей, мы все за него, тот из нас, кто за него голосовал, да, мы непорядочные». В другой статье Буй назвал сторонников Трампа «обозленными упорствующими белыми». «Это я, обозленные упорствующие белые». Психи характеристики Трампа и голосовавших за него избирателей способствовали устройству афроамериканца Буя в Нью-Йорк Таймс. Он стал статным сотрудником этой замечательной газеты в прошлом году, в 19-м году. Познакомившись с колумнистом, давайте обратимся к статье, в которой он цитирует речь Рузвельта. Речь произнес Рузвельтом 4 марта 1933 года. Это был последний в истории случай, когда инаугурация была 4 марта, потом она перенесена на 20 января. Итак, есть знаменитые слова Рузвельта из этой речи. Мы их знаем. Единственное, чего нам следует бояться, это страха. Вот так, сказал Бур, Рузвельт в самом начале своей речи сказал соотечественникам, которых обуял страх в связи с катастрофическим умением безработицы около 25%, крахом банков и, значит, потерей всех сбережений громадными очередями к столовым для голодающих. Эти слова Рузвельта, тендерированные в сольных тысячах газетных и журнальных стендов, их повторяли многократно все последующие президенты и политики. Мистер Буй не считает нужным напомнить известное слово о страхе, но он достаточно подробно цитирует изложенную Рузвельтом программу действий, призванных поставить страну на ноги. Дамы и господа, я обращу ваше внимание лишь на два цитируемых им Буэм места из речи Рузвельта. Лишь на два. Первая цитата, сказанная в речи Рузвельта, цитата, процитируемая мистером Буэм. «Надо покончить с тем образом вском деле и в бизнесе, который слишком часто превращал священный долг в подобие бессердечного и своекорыстного поступка». То есть Рузвельт обвиняет банкиров и банковское дело в том, что они были бессердечны и сверхкорыстны. Сегодня у меня есть другой комментарий. Со дня победы Рузвельта на выборах, это 8 ноября 1932 года, до его инаугурации 4 марта 1933, то есть на протяжении почти четырех месяцев, главой исполнительной власти оставался потерпевший поражение Герберт Гувер. «У Гувера был конкретный план спасения банков, и Совет Федеральной резервной системы, это наш центральный банк, против этого плана». Но Гуверу поставили условие. План должен быть одобрен Конгрессом. После выборов обе палаты Конгресса попали под контроль демократов, и Гувер сознавал полную бессмысленность добиваться рассмотрения его плана Конгрессом. Поэтому Гувер обратился непосредственно к президенту Рузвельта. 2 февраля 1933 года, до инаугурации оставался месяц и два дня, Гувер передал Рузвельту письмо с изложением плана спасения банков от банкротства. Гувер, в частности, писал, «В стране создалась весьма критическая ситуация, и я считаю своей обязанностью дать вам конфиденциальный совет до инаугурации месяц и два дня». Президент-элект Рузвельт никак не реагировал на письмо. Вообще не реагировал. Вопрос, почему не реагировал? Журналист Джон Флинн, он поддержал Рузвельта на выборах в 1932 году и стал его критиком во второй половине 30-х, он ответил на вопрос, почему Рузвельт никак не реагировал. В 1948 году, в 1948 году, журналист Джон Флинн написал книгу «Блестящая книга. Рузвельтовский миф». Я цитирую. Рузвельт ничего не сделал, прочитав письмо Гувера, поскольку хотел, чтобы наступил глубокий кризис, от которого предостерегал Гувер. Рузвельт хотел полного крушения. Рузвельт хотел, чтобы люди видели, как его предшественник покидает сцену при полном крахе, освободив сцену таким образом спасителя страны. Гувер думал о спасении банков и банковских вкладов американцев. Рузвельт думал о том, чтобы получить политическое преимущество в связи с банковской катастрофой во время правления Гувера. Рузвельт пальцем о палец не ударил. Банковская система продолжала разваливаться. Миллионы теряли все, что было. Так вот, окажись сегодня, дамы и господа, банковская система в беде. Трамп наверняка стопроцентно не поступил бы так, как Рузвельт, который сознательно поставил под... Поэтому я соглашусь с корреспондентом Нью-Йорк Таймс Буэм. Трамп не Рузвельт. Вторая цитата из речи Рузвельта, цитата, которая приводит Буэй в своей книге, в своей статье. Необходимы решительные действия для повышения цен на сельскохозяйственную продукцию. Я повторю, Рузвельт сказал, необходимы решительные действия для повышения цен на сельскохозяйственную продукцию. И корреспондент Нью-Йорк Таймс процитировал эти слова. Рузвельт создал администрацию при грузе сельского хозяйства. Эта организация установила правительственный контроль над сельским хозяйством. Эта организация ограничила производство и требовала уничтожать излишки, чтобы добиться повышения цен. Вот что пишет Джон Флинн в своей прекрасной книге «Рузвельтский миф». Я цитирую. Мы жгли овес и мы импортировали овес из-за границы. Убивали свиней и в то же время увеличивали импорт сала. Сокращали посевы кукурузы и импортировали 30 миллионов бушелей кукурузы. В то время как правительство платило сотни миллионов долларов за уничтожение свиней, сжигание посевов пса, распахивание плантастых лобка, Министерство сельского хозяйства выпустило бюллетень, в котором оповестило страну о том, что главная наша проблема – неспособность производить достаточное продовольствие. Сокращение посевных площадей нанесло сокрушительный удар по мелким фермерам и сезонным сельскохозяйственным рабочим. В выгрыше оказались только крупные фермеры, которые получали миллионные пособия за то, что уничтожали, а не сеяли, не жали, не выращивали. Дамы и господа, совершенно исключено, что буй не получил продукты сельского хозяйства такими же мерами, как мистер Рузвельт. Поэтому, дамы и господа, я еще раз соглашусь с колумнистом Буэм. Трамп – не Рузвельт. Процитировав обильно сказанное Рузвельтом 4 марта 1933 года, Буй завершает свою статью в Нью-Йорк Таймс такими словами. Я цитирую Буя. «Это был предвестник грядущих событий. Эта речь расчистила путь к действиям, указав стороне единственную цель – восстановление экономики». Но грядущие события реформы Рузвельтовского нового курса не способствовали достижению единственной цели. Во всем мире экономический кризис закончился в середине 30-х годов. В нашей стране кризис продолжался. Когда Рузвельт переступил порог Белого дома, уровень безработицы достиг почти 25%. В последующие 4 года, первый президентский срок Рузвельта, уровень безработицы никогда не опускался ниже 17%. В 37-м начался очередной виток кризиса. Впервые в истории Соединенных Штатов второй виток кризиса начался до завершения первого. В 38-м году уровень безработицы поднялся до 19%. В 39-м был 17%. В 40-м, когда Рузвельт в третий раз победил на выборах, безработица все еще была двузначной – 14,5%. Безработица перестала быть двузначной лишь после вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну, когда миллионы мужчин отправились спать и на рабочие места стали женщины. «Победа Рузвельта над Великой депрессией» – это один из мифов американской истории. Только упорствующие, словечками статьи Буша, голосующих за Трампа, только упорствующие продолжают верить в этот миф. Но только вы их миллионы. В числе этих упорствующих миллионов и мистецы. Мне хотелось, дамы и господа, знать его мнение об объявленном президентом Рузвельтом 19 февраля 1942 года исполнительном указе, в результате которого 120 тысяч американских японцев, из них более 70 тысяч, были отправлены без суда и следствия в концлагеря. Их наказали ли они японцы? Считает ли мистер Буй и его прогрессивные коллеги Рузвельта расистом? Они назвали Трампа расистом, когда президент запретил в конце января авиационное сообщение с Китаем и продолжают называть его расиста, поскольку он говорит, что Китай несет ответственность за распространение эпидемии по всему миру. Но насколько нам известно, дамы и господа, Дональд Трамп до сих пор не посадил в заколючую проволоку ни одного американского китайца. Корреспондент газеты Нью-Йорк Таймс Джемел Буй прав. Дональд Джон Трамп не Франклин Дилана Рузвельт. Добавлю, дамы и господа, к счастью. На этом будет небольшой перерыв на рекламу. Оставайтесь на волне нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Итак, Алексей, прошу вас, давайте поговорим действительно о вашей книге, о том, как она была написана, как что вас подвигнуло на такой, простите за туфтологию, подвиг. Ну, в общем, все, что вы могли бы с нами поделиться. Роковой ли 2020 год для победителя президентских выборов? Роковой ли ныне год? И прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте мы познакомимся с историей. Уильям Генри Гаррисон, наш девятый президент, он был избран в 1840 году. Скончался на своем посту вскоре после иногридов. Большинство президентов, которые побеждали на выборах каждые 20 лет после победы Гаррисона. Выборы в 1860 году выиграл Авраам Линкольн. На него было совершено покушение вскоре после второй инаугурации. 1880 год. Джеймс Гарфилд скончался в результате покушения. 1900 год. Уильям Маккинли, президент, стал жертвой покушения. 1920 год. Президент Уоррен Хардинг умер от инфаркта в августе 23-го года. 1940 год. Франклин Дилана Рузвельк умер в апреле 45-го, через 4 месяца после 4-й инаугурации. 1960 год. Джон Кеннеди был убит террористом в ноябре 63-го года, через 2 года и 9 месяцев после инаугурации. 1980 год. Рональд Рейган был тяжелым ранен при покушении через 2 месяца после инаугурации. 2000 год. Не взорвалась граната, брошенная покушавшимся над Джорджа Буша 10 мая 2005 года в Тбилиси. И так, прошло 20 лет, 2020 год. Медики считают, рана Рейгана могла быть смертельной во второй половине 19-го века. Во второй половине 20-го века врачи спасли бы Гарфилда и Маккинли. Так или иначе, но в минувшие 180 лет только для двух президентов, Рейгана и Буша сына, год выборов не стал роковым для них. Но такие годы оказались роковыми в их числе, двое, Линкольн и Рузвельт, причисляются историками вместе с Джорджем Вашингом, тройки великих. Все началось с Уильяма Генри Гаррисона. В первые годы 19-го века он был губернатором территории Индиана и вел непрерывные войны с индейцами, которые защищали свои земли от бледнолицых захватчиков. Индейцы народа Шоуни, американцев, во многом благодаря военному таланту, их вождя Текумсет. Когда в 1812 году началась англо-американская война, Гаррисон, в это время он уже был генералом американской армии, сражался с англичанами в районе Великих Озер, и судьба снова свела его с Текумсе, воевавшим на стороне англичан. 5 октября 1813 года этаковали англичан в Канаде на берегу реки Темза. Англичане отступили, не пожелав противостоять превосходящим силам американцев. Индейцы продолжали сражаться. В этом бою Текумсе был убит. Прошло много лет, и в 1836 году Гаррисон выдвинул свою кандидатуру на пост президента. И вот узнав об этом, младший брат Палитен Хатава, он однажды предсказал солнечное затмение, и поэтому считал себя пророком. И Шоуни, индейцы народа Шоуни в это верили. Так вот, в 1836 году, когда Гаррисон впервые выдвинул свою кандидатуру на пост президента, младший брат Текумсе объявил, я цитирую, «победит в этом году и не станет великим вождем, но он может победить в следующий раз, и если победит, не закончит правление, он умрет на своем посту». Пророку тут же сказали, великие вожди президента не умирают на своем посту. «Но Гаррисон, говорю я вам, умрет», — продолжал пророк. «Вы вспомните смерть моего брата Текумсе, и я скажу вам, Гаррисон умрет, и плавает каждый великий вождь, выбранный через 20 лет, и каждый раз, когда великий вождь будет умирать, пусть все вспомнят гибель нашего народа». Как и предсказал пророк, Гаррисон потерпел поражение на выборах в 1836 году. Как предсказал пророк, Гаррисон победил в 1840, и скончался на своем посту. И такой же была за многих президентов, побеждавших в выборах в год кратный 20. Вот об этих президентах и тех, кто на них покушался, моя книга, дамы и господа, книга называется так, название я придумал так, «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». «Только один убитый президент, Авраам Линкольн, стал жертвой заговора, на других покушались умными». Сказываю и о президентах, и о покушавшихся, и о том, как они готовили преступления. Идея этой книги у меня родилась лет шесть назад. Я решил не спешить, дождаться 2020 года. Вы можете спросить, верю ли лично я в приметы, пророчества, предсказания, и в частности в смерть президентов из-за проклятия Текумсе. Дамы и господа, какая я или нет, перед нами исторический факт. Начиная с 1840 года и по 1960-й смерть косила всех президентов, избиравшихся в год кратный 20-ти. Избранного в 1980-м Рональда Рейгана спасли случайность, богатырское здоровье и мастерство врачей. Что же касается избранного суда Джорджа Буша, то, может быть, дамы и господа, может быть, в 21-м веке истек срок проклятия Текумсе. Может быть. Но давайте не будем спешить с ответом. Тем более, тем более, что добивающимися перебрания на второй срок Дональду Трампу в этом году исполняется 74. Его вероятному сопернику «А как пел великий Галич, ровно 70, возраст смертный». Итак, книга «Тень проклятия Текумсе». Как ее можно купить, дамы и господа? Вы можете купить ее у меня. Цена 20 долларов, включая пересылку и автограф. Чеки направлять по адресу. Я не называю адрес, я скажу адрес. Если вы не успеете записать, вам покажет на Ютьюбе адрес. Алексей Орлов, 28 Black Horse, называется улица, Black Horse Run. Черная лошадь бежит. 28 Black Horse Run. И моя деревушка называется так. Билтмор Лейк, Билтмор Лейк, Северная Каролина, Нов Каролайна, 28 715. Это вы можете купить книжку у меня за 20 долларов. Вы можете купить книжку на сайте lulu.com. lulu.com. Там книжка стоит 14 долларов 99 центов, плюс налоги и плюс пересылка. Дамы и господа, и мой совет. Если вас не интересует история, не покупайте книгу. Это книжка для тех, кого интересует американская история. И вот на этом я заканчиваю монолог и с удовольствием присоединяюсь к разговору с вами. Кто у нас будет первым? Уже есть первый, хотел сказать, пострадавший. Но сейчас посмотрим. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как говорил министр агитации и пропаганды Третьего Рейха доктор Герлес, дайте мне связь с ресурсами. Информация, я переверну мир. Многие, не многие, а вот некоторые ваши коллеги из-за визомразия черпают ведрами информацию из-за недр Нью-Йорк Таймс. Вот. И недавно только один конгрессмен республиканц подал иск на это издание в том, что они оклевтили его в недавнем прошлом. Скажите, пожалуйста, Алексей, вы тоже считаете Нью-Йорк Таймс, и тем не менее это издание не так уж сильно влияет на ваше невоззрение и на ваши политические взгляды, как на на ваших коллег Севокоплана и на Аксен. Почему это происходит? Спасибо. Ну, во-первых, я не отвечаю за своих коллег, тем более, что их передачи я не слушаю. Я знаю, так сказать, что они говорят из писем, из имейл, которые получают. На меня не оказывает влияние Нью-Йорк Таймс по одной причине, потому что у меня есть определенные убеждения, определенные взгляды на жизнь, определенные взгляды на политику, и есть умение анализировать. Я не принадлежу к спислу оголтелых поклонников Трампа, я не принадлежал к числу оголтелых противников Обамы. Я стараюсь разобраться в том, как есть. Именно поэтому я всегда, меня интересуют две точки зрения. Меня интересует редакторская позиция газеты Уолл-стрит-джорнл, и меня интересует редакторская позиция Нью-Йорк Таймс. Меня интересуют передачи CNN и WSNBC и Fox News. Я люблю свои мнения, хотя у меня мнения конкретно есть определенные мнения. Вот я вам сейчас приведу пример буквально из последних дней. Трамп сказал, что он может своей, так сказать, президентской властью отменить карантин. На что губернаторы сказали, у президента такой власти нету. В данной ситуации я согласен с губернаторами, потому что мы живем в федеративной республике. У нас нет единочного. Вот скажем, во Франции всем заправляет президент Макрон. Окей, я не знаю, как ему подчиняются руководители провинции. То же самое в Британии есть премьер-министр, правильно, но его может там подправить парламент, но все-таки премьер-министр предусмотрит решающее слово. У нас три колена власти. У нас есть исполнительная власть, у нас есть законодательная и у нас есть судебная власть. Плюс, повторю, мы живем в федеративном государстве. Наша федерация состоится из 50 штатов. И в каждом штате есть губернатор, который за многое отвечает лично. Например, я живу в штате Северная Каролина. Я считаю абсолютным безобразием то, что у нас на территории всего штата существует карантин. Это его организовал губернатор, у нас губернатор демократ Купер, хотя законодательная легистратура принадлежат республиканцам. Почему я считаю это бредом? Потому что в тех местах, в том месте, где я живу, вообще никакого нету, так сказать, намека на эпидемию. Окей, я согласуюсь, надо закрывать медицинские учреждения, скажем, надо закрывать старческие дома. Почему закрывать рестораны? Ну, в данном случае есть распоряжение губернатора. Поэтому я считаю, Трамп не прав, когда он считает, что он может своей властью отменить карантин на с... должны отменять губернаторы. Для чего я вам сказал? Я хочу просто подчеркнуть, что я не стопроцентно одобряю все, что делает Трамп. Хотя, безусловно, когда речь пойдет о выборах, Трамп или Байден, или если Байден на демократу или любой другой, естественно, я буду голосовать за Трамп, потому что у меня есть определенные взгляды, определенная позиция. Но я считаю необходимым прислушать, выслушивать всегда два мнения. Выслушав два мнения, вы можете делать свое собственное мнение, и часто бывает, что это мнение пересматривается. Спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, скажите, пожалуйста, как вы считаете, как левым удается оболванивать такое количество населения Америки? Я понимаю, вы скажете, что у них в основном все средства массовой информации, но у коммунистической партии Советского Союза было 100% средств массовой информации. И тем не менее, мы знали, что если нам говорят, что полезно есть яйца, то значит, сейчас происходит эпидемия сальмонеллы. И поэтому яйца, как говорится, стояли, складировались в магазинах и никаких очередей за ними не было. Почему же здесь люди не могут использовать свои мозги, свою голову, для того, чтобы анализировать, какую чушь им преподносят? Я имею в виду миф о том, что самый лучший президент это Рузель. Спасибо большое. Вы знаете, это вопрос, ответ на ваш вопрос требует много времени. Ну, во-первых, давайте говорить, есть идеологи, есть левые идеологи, есть правые идеологи. Левые идеологи, значит, это первое. Второе, люди учатся в школах, значит, в сегодняшних школах преподают в основном люди, которые получили образование в университетах в 60-е и последующие годы, значит, когда наша страна сделала резкий поворот влево. Со школьных лет, тем более с университетских, людям внушается, что Франклинг, Дилана Рузвельт это человек, который спас Соединенные Штаты от Великой Депрессии. Поскольку мы живем пока что не в Советском Союзе и не в нацистской Германии, у нас есть возможность у каждого из нас постараться узнать, правду ли говорят университетские прописера, потому что выходит громадное количество книг, в котором разбирается вся экономическая программа Рузвельта, и что-то, так сказать, она из себя представляет. Кстати, дамы и господа, книжку, которую я написал, там есть специальная глава о Рузвельте, и есть кое-что, о чем, так сказать, в школах и университетах не говорят. Но давайте себя поставим на место рядового американского человека, который не хочет заниматься специальной историей. Вот я учусь в американской школе, мне говорят, объясняют, что Франклинг, Дилана Рузвельт замечательный, потому-то, потому-то, потому-то. Потом я поступаю в университет. Если у меня есть желание интересуюсь американской историей, мне профессор говорит, Франклинг, Дилана Рузвельт замечательный, в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, замечательный. Я заканчиваю университет, к примеру, я становлюсь там инженером, я не знаю, биологом, кем угодно. К истории я не имею никакого отношения. Все. Значит, я со школьной, с университетской усвоил, что Рузвельт прекрасный человек, который спас Америку от экономики. А это усвоил. У меня нет никаких оснований заниматься, будучи, скажем, инженером-строителем, заниматься, правду ли мне говорили или нет. И вот таких оболваненных, давайте называть вещи своими именами, в Соединенных Штатах миллионы и миллионы людей. Так, теперь вернемся к журналисту, которого я цитировал. Одно дело, когда Рузвельтов захлеб хвалит человек, который вообще не историк, который усвоил какие-то истины со школы, с университетской схеме, он не собирается отказываться от того, что ему говорили. Журналист обязан, на мой взгляд, обязан, если это добросовестный журналист, он обязан копаться. Он не может верить на слово никому. Он должен подвергать сомнению услышанное и написанное. Но опять-таки побеждает идеология. Нью-Йорк Таймс напичкана, как правило, 90%, может быть, 90%. Это левые идеологи. Для левых идеологов Рузвельт бог, как для советских коммунистов долгое время был, может быть, для некоторых остается богом Владимир Ильич Ленин. Они не собираются, идеологи, левые в Америке, подвергать даже сомнению. Если кто-то подвергает сомнению величия Рузвельта, значит, это, будем так говорить, упорствующий белый бог. Так что, это, понимаете, это объяснение довольно простое. Есть громадное количество людей, конечно, которые поддаются оболваниванию, особенно в то время, когда мы живем. Люди, которые усвоили, что Трамп это плохо, все, они вбили себе это в голову. Они не желают признавать рост экономики, они не желают признавать, что, скажем, евреи, которые по-прежнему будут голосовать за кандидата демократической партии, они не желают признавать, что Трамп первый из президентов, который обещал перенести посольство Соединенных Штатов из Тель-Авива в Юрусалим, он это сделал. Потому что евреи, ну так сложилось, так сказать, это опять отдельный разговор, но они в основном левый, я имею ввиду, так сказать, евреи, не ортодоксальные евреи, которые в основном, кстати, так сказать, консерваторы, а именно, так сказать, ну уже евреи, такие, как мы, которые вот, а то, как, в общем, довольно сложный вопрос. Теперь, давайте, болванная часть людей, которые сюда приезжают, например, латиноамериканцы, мы с вами будем говорить, через неделю я буду рассказывать, что из себя представляют выборы по почте, на которых настаивают сейчас демократы. Латиноамериканцы, они поезжают, они по-английски, они не говорят, они прислушиваются к голосам людей, которые руководят испаноязычной общиной. Испаноязычная община, если иметь в виду руководители этой общины, я не говорю о массе, это 90% демократы, они считают, к ним обращаются на родном языке, и говорят, что демократы это хорошо, а республиканцы плохо. Они даже не задумываются, раз надо голосовать за хорошего, значит, он голосует за демократа. То есть, это то, что вы задали вопрос, это комплексная ситуация. Здесь нельзя отделаться каким-то простым ответом, идти в лес глубоко, то опять-таки, повторю, эта тема может быть даже, я не знаю, это не отдельная передача, нескольких передач. Это грустно, дамы и господа, но это факт, это факт. Человек, который мне позвонил и сказал, вот там лево, Сева Каплана о чем-то говорит, там Алексей Наци, но я их не слушаю, но просто я получаю имейл от многих своих радиослушателей, и я знаю, о чем они говорят. Я объясняю только одним, ни тот, ни другой, ни идеолог. Вы не можете левым идеологом или Сева Каплана назвать левым идеологом, ни в коем случае. Я просто, это люди, которые животного не любят Трампа, так сказать, от всей души не любят и ненавидят. И значит, все, что против Трампа, это все хорошо. Поэтому, естественно, они воспринимают Нью-Йорк Таймс, как христиане воспринимают Библию, понимаете, или как советские коммунисты воспринимали краткий курс истории ВККБ. То же самое они слушают истерпо. К тому, что говорят комментаторы на СНН, но они одурачены, опять-таки одураченных в нашей стране миллионы, миллионы. Спасибо, Алексей. Теперь давайте очень быстренько ответим еще на один вопрос и будем закрываться. Добрый день, вы в эфире. За передачу у меня легких два вопроса. Первый вопрос. С каждым днем мы приближаемся к выборам. Демократы кричат, давайте по почте. Кто сможет решить почта или не почта? И второй вопрос. Что-то начали в чем-то обвинять судью Ковани. Сможете вы ответить на эти вопросы? Я не понял второй вопрос. Что-то начали обвинять в чем-то судью Кевину. А-а-а! Ну, судью Кевина обвиняют очень просто. В штате Висконфин состоялись выборы. Тамошний губернатор хотел, чтобы эти выборы проводились исключительно по почте. Дело дошло до Верховного Суда и Верховный Суд с пятью голосами четырех решил, что выборы должны проходить как обычно. Нужно идти на избирательном участке, поскольку Кевина голосовал с большинством, его начали обвинять. Его будут обвинять во всем. Что же касается голосования по почте, я могу сегодня сказать, забегая на неделю вперед, через неделю буду об этом говорить, если будет узаконено, существование республиканской партии и начнем привыкать к тому, что страна будет однопартийной с демократической партией. Спасибо большое, Алексей. Ну и так, давайте будем потихоньку закругляться, поэтому я, во-первых, хочу вам пожелать огромного успеха с вашей книгой, в чем я даже не сомневаюсь, потому что невозможно не интересоваться историей, а тем более той историей, которую предлагаете нам вы. Поэтому спасибо вам огромное за этот подарок, ну и оставайтесь здоровыми, и пожалуйста, я вас очень прошу, подальше от вируса, так, чтобы мы могли... Толя, там, где я живу, вируса не существует, никто в намордниках и в перчатках не ходит. Мы живем в деревне, где свежий воздух. И слава Богу, и давайте так будем, чтобы оно было так, ну хотя бы на следующих лет 45. Спасибо большое, Алексей. Будьте здоровы, всего хорошего. Всего хорошего, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова